Современному человеку тяжело представить свою жизнь без телефона, но раз в году выдается день, когда можно провести его полностью в реальном мире. Традиционно в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день без интернета. И сегодня мы вышли на улицы столицы для того, чтобы узнать у минчан, как они относятся к таким флешмобам. Вчера отмечался Всемирный день без интернета. Признавайтесь, сидели вчера в интернете? Да, конечно. Мы не знали, что был такой день. Мы не знали, но вы теперь будете знать. Конечно. А знали про такой день? Нет. Да. А знали вообще про этот день? Нет. Да. А слышали про такой праздник? Нет. Первый раз сегодня? Да. Сидели. А знали про такой праздник? Смало. Знали, но все равно сидели? Да, сидели. Сидели? А вы? А, ну да. Первый раз слышу, что вчера был такой праздник. Да, но сидели вы, знаете, вчера, да? Да, да. Девочки мои, вы хорошие. Я в таком возрасте, что я очень плохо с телефоном дружу, поэтому я... Нет, я не сижу, я не сижу. Я мало что понимаю в нем, и не лажу я ни в каких там мессенджерах, ни в чем. Мне позвонить, сфотографироваться, вайбер, переслать смс-ку, ну и все на этом. Признавайтесь, сидели в интернете? Конечно. Да. А знали вообще про такой праздник или нет? Нет. А вы бы смогли вот прожить хотя бы один день без интернета? Думаю, что да. Я думаю, да. Да? Вы бы смогли? Я думаю, да. Вообще, не залазить в интернете? Да. Ну, если смотреть в обширном плане, то скорее нет, потому что даже контакт с коллегами на работе, я не знаю, какая-то другая информация, это все теперь в интернете, да, и без этого никак. Нет. А почему? Я даже не знаю, как правильно ответить на данный вопрос, но, возможно, я уже не представляю свою жизнь без интернета. Вы бы смогли? Да. Сто процентов. Да. Наверное, один день можно, но тяжело, даже в моем возрасте. Невозможно. Невозможно. Нет. Я думаю, нет, потому что всякие чаты вайбере по поводу работы, для учеников это, естественно, какие-то чаты по поводу обучения. Мне кажется, что уже нет. Конечно. Возможно. Конечно. Сейчас вообще модно такое, чтобы, как это, детокс называется, да? Детокс. Детокс, вот. Детокс – это нормально. Поэтому можно проводить и с интернетом, в том числе. Да, да, да. Думаю, возможно. Плохо на них это все действует. И мне кажется, что ни к чему хорошему это не приведет. Нет, нет, не приведет. Они не умеют между собой общаться. Они не умеют разговаривать. Они не читают. Я вот иду, бывает, девушки там или парни идут впереди. Они не могут выразить свои мысли. Они, как это, они говорят, типа, типа то, типа это, типа, типа, типа. Что это за тип? В Беларуси еще есть флешмоб «День без автомобиля». Как вы вообще относитесь к таким флешмобам? Надо их придерживаться или все-таки жить обычной жизнью? Ну, для разнообразия это интересно, я думаю. Ну, и к тому же автомобили загрязняют окружающую среду, так что это было бы полезно даже. Ну, возможно, не надо. Просто можно попробовать. Просто попробовать и испытать себя. Сможете ли это? Ну, хотелось бы, чтобы придерживались. Я, правда, автомобиль не вожу, но хотелось бы. Я думаю, что стоит. Потому что в целом это очень вредно для окружающей среды. Выхлопы, особенно вот, кто живет в центре города, это особо ощущает. Но у нас нету столько парковки, чтобы обеспечить всем машинам место для сохранения этого автомобиля. Не, ну флешмоб хороший. Чего? Без автомобиля день пробыть. Вопрос, что у кого-то обстоятельства, может, не позволяют это сделать, а кто-то может там проехать на общественном транспорте. Поэтому я считаю, да, точно положительно. Ну, вы знаете, ну, наверное, надо раз просят. Я проработала много лет водителем трамвая. Ну, я думаю, что если просят несколько дней там или один день, ну, ничего страшного в этом нету. Но просто люди уже настолько привыкли, что никто не хочет пешком ходить, и никто не хочет даже элементарно, так сказать, себя в чем-то ущемить. А вы бы смогли прожить день без интернета? Пишите в комментариях. С вами были Минск Новости. До новых встреч!